Дружным коллективом активистов ТСЖ пришли на прием в штаб Единой России избиратели участка номер 5. Помогал разобраться во всех проблемах своим избирателям депутат по этому округу Сергей Дорохов. Жители просят упорядочить парковку в районе Центрального рынка. Сегодня улицы в этом районе запружены машинами, ни пройти, ни проехать. Они поблагодарили власти за проект ремонта улицы Кати Соловьяновой и попросили сделать ливневку. Жители волнуют состояние дорог и дворовых территорий. Критика прозвучала в адрес ЖКХ, который не отчитывается, куда идут средства, отчисляемые жителями, на ремонт домов конкретно по улице Крымской 216 и 218. И глобальный вопрос об устройстве детского парка в районе реки Анапки. С аналогичным предложением разбить настоящую парковую зону в Пятихатках и центре Цибанобалки выступил Александр Сергеевич Грязнов, председатель Совета ветеранов Приморского сельского округа. К 70-летию освобождения города-курорта у Дома культуры был разбит сквер, высажены деревья, но без полива не прижились порядка 20 штук. Ну вот вопрос с поливом мы никак не смогли решить. Мне пришлось за лето четыре раза брать оцинизаторскую машину и со мной с ребятами поливать эти деревья. Но тем не менее, все же мы высадили к 70-летию победы, поэтому весной и не все прижились. Председатель Совета депутатов, депутат по Приморскому избирательному округу номер 24 Леонид Кочетов, который вместе с ветеранами высаживал березы и туи в этом году к 9 мая в сквере Слава в Цибанобалке, обещал взять вопрос на личный контроль, а также сообщил, как продвигается дело с передачей помещения изведения Минобороны в Цибанобалке под детский сад. Ремонт, отсыпка дорог в округе и многие другие вопросы ежедневные и на перспективу обозначил ветеран. Что вы сказали, все проблемы, которые вы обозначили сейчас перед нами, и Леонид Иванович, как председателя депутата округа, и у нас на контроле, обязательно будем заниматься. Несколько обращений к депутатам было по электроснабжению, низкому напряжению в сети и перебоям в подаче электричества. Поэтому предложение Анатолия Кирсанова, директора анапского филиала фирмы «Инноватика», использовать в домах автономное энергоснабжение за счет внедрения так называемых солнечных технологий, разбирали детально. Предприниматель предложил открыть производство солнечных батарей в городе-курорте. Производство экологически чистое, даст дополнительные рабочие места и, главное, частично поможет решить проблему энергообеспечения. Вопросов и предложений на приеме прозвучало более 50. На каждый дан ответ. Те, которые касаются благоустройства и улучшения жизнедеятельности города-курорта, приняты к сведению и исполнению. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-Регион.